И всем привет! Я провела опрос у себя в Телеграме, какое вы хотите увидеть видео. И практически единогласно все проголосовали о 5 вещах, которые изменили мою жизнь. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Скорее всего, видео будет долгое, но на самом деле очень важное, потому что мне очень сильно за последние годы помогла психотерапия. И нет, сейчас не будет никакой рекламы, платформы по подбору психологов. И не рассчитывайте. И также никаких книг по поводу успешного успеха тоже не будет, потому что я на дух их не переношу. Я поделюсь с вами методами, которые мне рассказала психолог. О том, как вообще найти свою цель в жизни, чтобы понять, куда нужно стремиться и над какими сферами жизни стоит поработать. Также я вам расскажу про две книги. Но это прекрасные книги, не классическая литература. Я знаю, что очень многие не любят смотреть мои видео. Точнее, как, любят смотреть все мои видео, но не любят читать книги. Но именно эти книги я настоятельно рекомендую вам прочитать, потому что они очень сильно повлияют на ваше мышление о заботе о своем здоровье, как физическом, так и ментальном. Эти книги на меня так сильно повлияли, что больше месяца я не сбивала режим. У меня с ним было все прекрасно. И я чувствую, что мне пора перечитать одну из этих книг, чтобы следить за своим сном. Но начать я хочу с практики. Мы начнем с самого-самого важного и постихонечку будем сходить вниз. Если вам надоест это видео, по крайней мере, вы не пропустите самое важное. И не хочу я все-таки оставлять самое важное на потом, потому что смысл этого видео донести до вас и рассказать вам про действительно очень важные методы, о которых я хочу, чтобы узнали многие. Для первого метода мне нужно будет встать куда-то в угол. Здесь у меня еще вальсика прекрасная. Ну, мне тут, конечно, удобнее. Ну ладно, я буду тут стоять, чтобы не закрывать эту зяйку. О первом методе мне рассказал мой психолог. Этот метод долгий. У нас он занял где-то 2-3 сессии, и мы до сих пор еще не закончили с ним. Но он действительно очень важный. Если вы помните, по-моему, в 2020 или 2019 году, когда все сели на карантин, очень часто стали обсуждать психологию, и появился такой, как колесо баланса. Я была не исключением, я тоже себе ее нарисовала, посмотрела и поняла, что я в своей жизни делаю абсолютно все не так. Но, к сожалению, это просто шаблонное колесо, которое не отвечает никаким вашим ценностям, и из-за этого оно на самом деле бессмысленное. А сегодня я расскажу как вот о методе, благодаря которому я с помощью психологии и математики поняла, куда мне стремиться. Для начала нужно сделать такое упражнение. В приятной обстановке заварить себе крошку горячего чая и написать несколько ценностей. То есть то, что для вас ценно. И не нужно пытаться описать это одним словом, именно попытайтесь описать это чувство. То есть не нужно описать деньги условно. Лично я попыталась тоже выписать заранее несколько вещей, просто чтобы было вам понятно, как работает эта методика. Не пытайтесь, со мной это связано никак не будет. Это исключительно мои фантазии сейчас. И, к примеру, я описала, что для меня ценно, чтобы меня окружали успешные люди. К примеру. Также мне важно заниматься любимым делом, которое заряжает меня положительной энергией. То есть мы выписываем сначала не просто одно слово, а именно несколько ценностей. Их должно быть больше двух, но я думаю, что у каждого больше двух есть ценностей. У меня, по-моему, где-то пять или шесть их было. Также может быть такое. Мне важно зарабатывать сумму, которая будет обеспечивать все мои базовые потребности. И когда мы выписали абсолютно все наши ценности, нужно посмотреть, оценить, понять, что выписано все. И ни про что мы не забыли. И не обязательно это пытаться даже в один день выписать. Можно несколько дней походить, подумать, это совершенно нормально. Здесь спешка не нужна, потому что на этом мы будем акцентировать свое внимание чуть ли не всю жизнь. Поэтому если вам нужно три дня, чтобы выписать свои ценности, это совершенно нормально. Даже если неделя. А потом дальше мы уже начнем работать по таблице. И вот сейчас мне нужно вставить где-то сюда таблицу, чтобы вы вообще понимали наглядно, что я пытаюсь до вас донести. У нас получается таблица. Самая первая колоночка. Мы уже пытаемся наши ценности описать одним словом. То есть, мне ценно, чтобы меня окружали успешные люди. И здесь нужно подобрать слово или словосочетание, которое будет... Вот вы чувствуете, что оно описывает то, что вы хотите донести до себя. То есть, к примеру, это может быть и семья. Почему семья не может быть успешными людьми? Это могут быть друзья. Это может быть ваше окружение. Вы должны вот просто прочувствовать, где вот то самое слово. Потому что, к примеру, у меня было связано с работой. Я выписала предложение. И мы стали думать, как это назвать. Работа, детище мое. И когда мой психолог предложил слово, по-моему, призвание, я поняла, что для меня это какое-то странное холодное слово, которое вообще мне не подходит. То есть, слово вот как-то призвание я вообще не могу отнести именно к этой категории. То есть, здесь нужно понять, прочувствовать. Я называла это работой. Как-то для меня это было привычно и уместно. И также, к примеру, важно зарабатывать сумму, которая будет обеспечивать все мои базовые потребности. Ну, сначала мы это назвали мой достаток. Потом я так устала говорить, мой достаток, мой достаток, что я такая, это деньги. Назовем просто деньгами. Но в самом начале нужно действительно вот описать. Вы и дальше поймете почему. Дальше открывается вторая колоночка. И у нас тут плюсик. Это очень важно. Смотрите. К примеру, первое у нас идет окружение или друзья. Ну, я написала окружение. Вам нужно написать цифру от 1 до 10, насколько вы будете счастливыми. Если у вас будут все сферы идеальные, с работой все прекрасно, денег столько, сколько вам надо. Но в окружении есть какие-то проблемы. Даже не то, что окружения нет. Ну, вот просто какие-то там, есть какие-то плохие друзья, но вы зачем-то с ними общаетесь. Или есть токсичные родственники. И нужно вот написать именно эту цифру, насколько вы счастливы, если у вас есть все, кроме окружения. Все абсолютно. И выписывайте. У меня это, к примеру, была цифра 6. Дальше деньги. То же самое. Насколько вы счастливы от 1 до 10, если у вас все есть, но с работой что-то не так. И это не значит, что у вас нет работы. Может быть, проблема с коллективом, проблема с начальством. Ну, вот что-то из такого. Насколько вы счастливы? Ну, поставим, к примеру, 4. Дальше деньги. То же самое. Насколько вы счастливы? Если у вас все есть, кроме денег. И, опять же, это не значит, что у вас вообще нет денег. Может быть, такой момент, что у вас муж хорошо зарабатывает. Или вы выиграли в лотерею. То есть, ну, даже не муж. Вторая половинка хорошо зарабатывает. Но просто именно у вас лично что-то не складывается в денежном плане. И вот, насколько вы будете счастливы, если совсем все хорошо, но вот с деньгами не очень. Ну, поставим, к примеру, 7. Вот. Дальше у нас вторая колоночка. И здесь у нас уже стоит минус. Нам нужно ответить от 1 до 10, насколько мы несчастны, если с этой категорией все хорошо, а с другими что-то не ладится. То есть, если у нас окружение прекрасное, такое, какое мы хотим, ну, у нас на работе с деньгами есть какая-то проблема. Ну, поставим, к примеру, 4. Работа то же самое, что на работе все прекрасно, но вот в окружении какие-то не очень люди или с деньгами платят недостаточно за ваш труд. Ну, к примеру, 8. И деньги возьмем в какую-то цифру, в которой 6 возьмем. И дальше идет уже четвертая колоночка. Равно, собственно, нам просто нужно это все сложить. 6 плюс 4, это у нас 10. 4 плюс 8, это 12. И 7 плюс 6, это у нас 13. И открывается у нас также очень важная колоночка под названием «Сейчас». Собственно, несложно догадаться. Нам просто нужно оценить от 1 до 10, насколько сейчас мы довольны результатом. Насколько сейчас у вас хорошее окружение? Насколько вы хотите именно такое окружение? Я, к примеру, поставим 8. То есть я, к примеру, вполне довольна своим окружением, но есть какие-то проблемы. Или, может, есть какой-то человек, с которым я не очень хочу общаться, но не знаю, как прекратить. То есть, в общем, каждый оценивает лично себя. Работа, к примеру, 4, что, не знаю, к примеру, на работе вроде все хорошо, но коллектив плохой от этого. А коллектив для меня это очень важная вещь из-за того, что он очень плохой. К примеру, 4. То есть, ну, вы понимаете, нужно оценить себя. Ну, деньги поставим, к примеру, 6. Опять же, чтобы... Картина. Хочу. Ну, хочу здесь все понятно. Я думаю, 10. Потому что, если мы выписали свою ценность, естественно, мы хотим, чтобы она была на десятку выполнена. Здесь остается неизменным. А дальше начинается очень важная вещь. Нам нужно использовать математику, чтобы мы поняли, на каком уровне сейчас находятся наши ценности. Нам нужно взять хочу минус сейчас. То есть, хочу это всегда 10. Минус сейчас на окружение я поставила тогда 8. Это будет у нас 2. И дальше двойку нам нужно умножить на... Что? Ну, да. И дальше двойку нужно умножить на равно. В равно у меня стояло 10. 2 умножаем на 10. 20. Нам нужно вот так вот с помощью этой формулы все отнять и перемножить. И мы получим цифры. Если цифра 50 и меньше, значит, что мы очень хорошо проработали эту сферу. В принципе, у нас нет с ней проблем. И мы не волнуемся из-за нее. То есть, она, в принципе, в порядке. Но если у нас идет 50 и выше, то уже, значит, нужно начинать работать. А если у нас идет 80 и выше, значит, что эта ценность у нас совершенно не проработана. Она нас мучает. Она не дает нам спокойно жить. И пока мы ее не выполним, мы как раз-таки и не придем к дзену, грубо говоря. Но если вы думаете, что на этом все, вот вы увидели табличку, вот она вот такая вот получается. Все, я знаю, где у меня красные зоны. Вот красные зоны, это как раз-таки 50 и выше, это вообще оранжевая зона, а 80 и выше, это уже прям красная зона. Но на самом деле все не так, как кажется на данный момент. Потому что у нас есть столбик «хочу». И нам нужно снова сесть и подумать. К примеру, окружение. Какое у меня будет окружение, чтобы я чувствовала, что этот пункт выполнен на 10. И здесь мы начинаем уже более персонализировать. Мы уже начинаем больше анализировать этот пункт. Потому что изначально мы просто выписывали свои ценности. И вот для меня это ценно, ценно. А тут нужно конкретизировать, что для меня успешные люди в жизни. Может, это люди, у которых определенная профессия. Может, это люди, которые смогут тебя чему-то научить. Может, это люди, от которых идет невероятная поддержка. По-моему, я сейчас заскучала. То есть нужно обязательно вот это все конкретизировать. А после того, как вы это еще раз проработаете... То есть, опять же, вот, к примеру, мне важно заниматься любимым делом, которое заряжает меня положительной энергией. Что это за дело в идеале представить? Как оно заряжает вас положительной энергией? Вот что вообще для вас это вот значит? Любимое дело. То есть все начинаем выписывать конкретно. И после того, как все конкретно выписали, мы возвращаемся к этой табличке. Перед этим табличку лучше сфотографировать, как-то себе сохранить, чтобы потом сверить. И начинаем перепроверять столбик сейчас. Затрагиваем столбики плюса и минуса. Потому что я, к примеру, в какой-то день я не поработала 3 дня. И на 4 день я побежала работать, потому что я поняла, что я себя очень плохо чувствую без работы. И работу я в итоге повысила. Сначала она у меня, по-моему, была где-то на 6, а потом я ее, по-моему, повысила до 8. Потому что я поняла, что для меня это куда важнее, чем я думала. И мы еще раз перепроверяем. Еще раз все соединяем, перемножаем, отнимаем. И только тогда высвечивается истинная таблица того, что происходит. Потому что сначала у меня, по-моему, выше 80 ничего не поднималось. А когда я снова все конкретизировала, снова это все исправила, у меня в табличке над одной моей ценностью из, по-моему, 70 поднялась до 110. И я боялась, что мне надо над кое-чем очень активно поработать. И когда вы увидели истинную свою табличку, когда вы поняли, что происходит, идет следующее упражнение. Первые 4 недели стоит выписать себе маленькие, малюсенькие задания, которые не требуют много силы, но чтобы потихонечку начать опускать. Вот это давление, которое у нас там выше 80, немножко опускать. И вот для каждого абсолютно пункта, для каждой нашей ценности написать, придумать какое-то маленькое дело какое-то. И вот прям начинать его выполнять. Это первые 4 недели. Потом к этому списку стоит возвращаться раз в месяц. Через несколько месяцев стоит возвращаться уже раз в полгода. Ну и потом раз в год. Но вот не забывать об этом. И стремиться к этому. Но самое главное, это вот первые 4 недели делать какие-то маленькие шаги к тому, чтобы нормализовать свою жизнь. И вот именно с помощью такой методики, психология плюс математика, на самом деле выявляют самые важные вещи. И я сказала, помню, что для меня картина прям не очень сильно поменялась. Вроде бы я и знала, что мне над этим надо работать. Она говорит, да, ты как бы знала, что над этим надо работать. Но когда это еще и математика подтвердила, а против математики не попрем, вот тогда у тебя точно мозгует, что ты переключилась и ты поняла, куда тебе нужно идти и над чем нужно работать. И я такая, ну да, наверное, ты права. Вот. Надеюсь, что по этой методике было все понятно. Я, конечно, не психолог и, возможно, я как-то неправильно изъяснялась. Поэтому, если вдруг у вас будут вопросы, вы обязательно мне напишите. Я обязательно на все отвечу. Потому что мне кажется, что это очень важно. И я хочу, чтобы как можно людей больше узнали, попробовали и изменили свою жизнь. А теперь мы перейдем к книгам, про которые я так рассказывала. Да, это действительно... Здесь не будет никакой классической литературы, несмотря на то, что я безумно ее люблю. И то, что считаю, что иногда из классической литературы можно вынести куда больше, чем из книг про психологию. Но здесь не будет книг про психологию, как бы ни странно было. Первая книга... Сейчас я встану так немножко, как мне привычнее. Первая книга называется «Зачем мы спим?». Эта книга написана неврологом, а также одним ученым. Там в простой форме, простым языком, очень легко и ненавязчиво рассказывается последние исследования сна, насколько опасен хронический недосып, насколько важно вообще иметь режим сна, как работает мелатонин, как это влияет на наше ментальное здоровье. Абсолютно все рассказано простым языком. И я уже, знаете, на третьем десятке жизни поняла, что здоровье – это невероятно важная вещь, что если нет здоровья, то дальше уже ничего не пойдет. И когда я первый раз прочитала эту книгу, я вам клянусь, месяц я не сбивала режим, а сейчас у меня это как будто все так подуспокоилось, и я чувствую, что нужно опять ее прочитать. И мне правда очень понравилась эта книга. Вот за счет вот этого, знаете, вот и легко вроде написано. Но нет воды. Каждая глава объясняет какую-то очень-очень важную структуру, но при этом это делается так спокойно, и ты все понимаешь, и нет каких-то тяжелых терминов. А даже если они присутствуют, они сразу же объясняются простым языком, и ты их понимаешь. И эта книга, она потрясающая. Я ее, кстати, очень хочу купить в бумажном варианте, но ее всегда нет в книжных, потому что эта книга, она, по-моему, до сих пор занимает первые места, и ее действительно очень тяжело купить. Я ее читала в электронном виде, надеюсь, что вскоре она появится у меня. Но я вот правда настоятельно рекомендую прочитать эту книгу, и вы поймете, насколько вообще это важно, и задумываетесь про некоторые аспекты своей жизни. Вторую книгу я нашла в букинистическом магазине. Стоила она всего 8 евро. И меня она очень заинтересовала. Я уже в тот период своей жизни начала активно заниматься своим здоровьем. И когда я начала читать эту книгу, честно говоря, я немножко не поняла, почему она не популярна. Потому что она также очень хорошая. Называется «Беги, мозг, беги». И здесь уже описывается важность физических нагрузок. Мы все знаем с детства, что по утрам нужно делать зарядку, потому что ты будешь здоровым. Прими это как факт и не задавай лишних вопросов. Но здесь на эти лишние вопросы ответили. Ответили тоже, опять же, в очень простой форме. Очень интересно. И здесь вообще рассказывается о том, как не какой-то спорт, что из разряда нужно ходить в спортзал, таскать железо и бегать марафоны. Нет, даже про простые прогулки. Рассказывается, как вообще это влияет на мозг, нейронные связи. Что благодаря прогулкам и 10 тысячам шагам в день можно убрать вероятность заболевания Альцгеймера. Насколько вообще это важно, чтобы мы хорошо соображали и мыслили даже через 50 лет. Это очень хорошая книга. И опять же, если вы занимаетесь своим здоровьем, а даже если вы не занимаетесь своим здоровьем, просто для общего развития, я также советую эту книгу. Я надеюсь, что я хорошо показала автора, что вы запомнили. В крайнем случае поставьте на стоп. Здесь главы, и также каждая глава выписана какая-то цитата. Давайте какую-то первую попавшуюся цитату возьмем. Если вы регулярно тренируетесь, в вашем мозге увеличивается число нейронов нянь, клеток, которые эффективно замедляют активность мозга и соответственно уменьшают стресс. То есть идет статья об этом и небольшая подчеркнутая цитата. Как бы главный смысл этого текста. Здесь вот именно рассказывается про физические нагрузки. И это прекрасная книга, как по мне. Вот, это именно вот книги, которые я настоятельно рекомендую прочитать, даже если вы не любите читать. По крайней мере, можно попробовать прослушать их в аудиорежиме, потому что я все-таки считаю, что это очень важно знать. И, ребята, настоятельно рекомендую, правда. Я сюда пока положу эту книгу. Так, и четвертый пункт. Если вы досмотрели, то вы большие умнички и осталось совсем немного. Осталось два пункта. Но четвертый пункт также очень важен, а точнее умение анализировать свою жизнь. Объясню на конкретном примере своей жизни. У меня есть подруга, с которой мы дрожим уже 10 лет. Все наши встречи в основном проходили под бокальчик виноградного сока и разговоров о жизни. И всегда все было прекрасно. Иногда я была прям... Я так себя хорошо чувствовала после наших встреч, и скорее хотелось ей снова написать, чтобы она пришла. Но в один момент после встречи я чувствовала себя очень плохо. Морально очень плохо. И мне не хотелось ей больше писать. Мне не хотелось с ней общаться. Прошу прощения, моя собака решила, что нам нужно срочно посетить улицу, и потом я пошла ее выводить. Так вот, продолжим. По-моему, я остановилась о том, что я думала уже прекратить общение со своей подругой. Да, мне действительно вот такой дискомфорт вызвала эта встреча. И я решила сесть и проанализировать, что произошло на этой встрече. Что мы обсуждали, что я видела вокруг себя, что вызвало такую реакцию. Я вспомнила, что все проходило хорошо, кроме одной темы. Уже под конец мы стали обсуждать тему, которая мне не нравится, которая меня очень сильно триггерит. И просто вот эта вот маленькая деталь, маленькая тема, которую мы обсудили вроде не так долго, она испортила впечатление всей встречи. И я просто это проанализировала и сказала своей подруге, что вот есть такая-то тема, мне очень неприятно ее обсуждать, мне тяжело об этом говорить. Давай, пожалуйста, мы не будем трогать эту тему. И так как подруга меня уважает, она, конечно же, согласилась со мной, что мы не будем трогать эту тему. И это относится вообще абсолютно ко всему в нашей жизни, что благодаря анализу мы можем искоренить что-то, что вызывает у нас отрицательные эмоции, что портит нам настроение, что вообще вызывает какой-либо дискомфорт. И вот благодаря тому, что я это проанализировала, я это поняла. Если люди при этом с вами уважают вас, то, конечно же, они прислушаются и такого больше не повторится. А если люди не прислушиваются, если они продолжают повторять что-то, то здесь уже, конечно, повод задуматься, нужны ли вам люди вот такие в вашей жизни. Вообще очень важно анализировать не только какие-то моменты в своей жизни, но и также людей в своей жизни. Потому что раньше я как-то не анализировала. Вот у меня есть друзья, вот мы с ними общаемся. В какой-то момент я осталась одна. Не одна. Я осталась со своим мужем наедине. Я в этот период жизни ни с кем не общалась. У меня было ровно ноль друзей, ноль знакомых. И мы были чисто вдвоем. И у меня из головы ушли все мои проблемы. Мои бешеные тараканчики с плакатиками. У тебя ничего не получится. Я начала потихонечку реализовывать свой потенциал творческий. Я занялась ютубом. Я начала посещать разные курсы, получать образование. И теперь я прошла от этого периода одиночества, но развития. И сейчас, когда в мою жизнь приходят люди, я их анализирую. Я анализирую их профессию. Даже не профессию, а вообще чем они занимаются. Как я себя чувствую после встречи с ними. Вообще, в принципе, какие они... Чувствую ли я, что я могу быть уверена в них или нет. И у меня сформировался мой круг общения. Он сформировался... Он маленький. Он у меня небольшой. Но каждый человек в моей жизни сейчас меня вдохновляет. Один человек вдохновляет преданности к работе. Другой человек вдохновляет меня тем, чтобы никогда не сдаваться. То есть у меня прям, ну вот, хоть и маленький круг общения, но все люди у меня проверены. Я знаю, что мне комфортно, мне хорошо, что они присутствуют в моей жизни. И это совсем кардинально другие люди, которые же, к примеру, были у меня в моем прошлом. И вот анализировать не только жизнь, но и людей в своей жизни очень-очень важно. И, возможно, если бы я поняла это немножко раньше, я бы была чуточку более успешной. Но никогда не поздно все начать. И поэтому я просто рада, что я сейчас к этому пришла. Это изменило мою жизнь. Вот это вот осознание, что очень важно анализировать абсолютно все. И я стала все-таки намного счастливее, чем была раньше. А пятая вещь. Мы этим завершаем видео. И она не столько вот прям вещь-вещь. Это скорее просто цитата. Это просто цитата, которую я услышала в ТикТоке. Но она, опять же, очень сильно на меня повлияла, чтобы начать действовать, заниматься тем, что я хочу. Вообще не смотреть, не сравнивать себя ни с кем, кстати, что очень плохо в своей жизни. Не оглядываться ни в прошлое, ни в будущее. А просто идти туда, куда я хочу идти на данный момент. А фраза звучит так. И всем здравствуйте. В общем, не знаю, почему, но именно этот кусочек видео не записался. Я сейчас уже монтирую видео и осознаю, что он не записался. Но все-таки, как звучит фраза, я должна озвучить. И Вася сходит с ума. Так вот, фраза звучит так. Люди не должны вас уважать. Они не должны вас любить. И тем более, они должны вами восхищаться. Но тот, кого ты видишь в зеркале, ты должен его любить. Ты должен им восхищаться и его уважать. Вот именно этой фразой я хотела закончить видео. Поэтому я сейчас это очень быстро записываю, чтобы вы услышали эту фразу. Надеюсь, что так же, как и я, она вам помогла что-то осознать или на что-то решиться. Лично мне очень сильно помогла. И помните, что я вас очень сильно люблю. И всем пока.